Он начал убивать еще в 1990-е. Поймали маньяка, некрофила и каннибала в 2012 году. А недавно Арунбаев, вновь напомнил о себе, признался в убийстве девушки. Произошедшем в далеком 1992 году, тогда он изнасиловал и лишил жизни 32-летнюю женщину. Признаваться в убийствах спустя годы, излюбленная тактика преступников, сидящих на пожизненном. Ведь это позволяет развлечься и сменить обстановку. Обычно еще во время следствия и суда, маньяки приберегают несколько таких убийств про запас, чтобы потом было что вспомнить. Кто знает, сколько таких запасных преступлений у Кигашбека Арунбаева? Возможно, еще немало. Ранние годы. Первые убийства. Кигашбек Арунбаев родился в 1962 году в Киргизской ССР. Про его детство известно совсем немногое. Впоследствии, давая интервью, маньяк рассказывал, что детство было не самым легким, мать и бабушка были алкоголичками. Родной отец ушел из семьи, был отчим, но отношения не сложились. Из родственников несколько братьев, которые отреклись от маньяка после суда. В 1990-х Кигашбек перебрался в Россию, в город Барнаул. Поехал по совету знакомых, за хорошими заработками, планировал поступить в институт, но не получилось. Как приезжий поселился в общежитии, где практически сразу начал активно приставать к девушкам, особенно явно будучи пьяным. Потом Арунбаев признается, что уже тогда случилось несколько актов насилия, но девушки, опасаясь его, не заявляли в милицию, просили лишь убрать опасного соседа из общежития. По собственному признанию, желание насильничать у маньяка появлялось исключительно в пьяном виде из-за усиливавшегося возбуждения. Трезвым бы на такое не пошел, откровенничал он в интервью. Любопытно, что причиной нападений преступник назвал и тот факт, что у него не получалось найти взаимную симпатию, на него не смотрели девушки, которые ему нравились. Именно такую причину в свое время назвал и небезызвестный Виктор Мохов, несколько лет державший несовершеннолетних девушек в подвале своего гаража. При этом был и конкретный типаж жертвы, развратная, не скромная девушка, не чуждое приключений и развлечений с противоположным полом, в этом прослеживается схожесть Арунбаева с ангарским маньяком. Первой четко определенной жертвой монстра стала 23-летняя девушка, работавшая швеей в Барнауле. Маньяк подкараулил ее, когда она возвращалась с ночной смены, ударил по голове чем-то тяжелым, затащил в кусты и изнасиловал. К счастью, девушка выжила преступника, кто-то спугнул. Но она не запомнила лица нападавшего, так как получила сильную травму, преступник проломил ей голову. Вторая жертва, уже была зверски убита, маньяк, напал на 17-летнюю девушку, возвращавшуюся домой с дискотеки. Причина нападения якобы распутное поведение жертвы, девушка была откровенно одета, была немного выпившей. Этого показалось потрошителю достаточно, чтобы лишить ее жизни. Третьей жертвой маньяка стала пенсионерка 76 лет, проживавшая в городе Новоалтайск. Произошло все следующим образом. Арунбаев снял у женщины комнату в частном доме и в один из дней, после совместного застолья с выпивкой, предложил ей заняться интимом. Получив отказ, разъярился, убил хозяйку дома с особой жестокостью и сбил до смерти, забив обухом топора, после чего изнасиловал. В этом убийстве Арунбаев признался только в 2022 году, это, видимо, тоже было запасное преступление. Дом маньяк предусмотрительно облил бензином и жег, и хотя тело погибшей все-таки нашли с признаками насильственной смерти, раскрыть дело тогда не удалось. В интервью потрошитель признается, что не хотел лишать жизни старушку, просто был сильно пьян, и после даже испытывал угрызение совести, в то время как после других преступлений только страх быть пойманным. Новые убийства. Вскоре Кигашбек Арунбаев перебрался в Бурятию. Еще в Барнауле он на дискотеке встретил девушку и женился на ней, переехали они уже вместе. В семье родился сын, который также отказался от отца после суда. Однако через несколько лет супруги развелись. В Нижней Иволге маньяк совершил очередное убийство и попался. Его осудили на 8 лет лишения свободы. Освободившись в 2006, уже в 2007 году иволгинский потрошитель совершает еще одно нападение. Его жертвой оказалась молодая девушка. Они познакомились в Улан-Удэ, поехали на такси к берегу реки Уда, где стали распивать спиртное. Итог такого распития, вполне понятен на фоне опьянения, у Кигашбека стало расти желание близости, он предложил девушке заняться сексом, получил отказ и набросился на нее, лишил жизни и надругался. На следующий день вернулся на место преступления и расчленил тело своей жертвы, выбросив останки в реку. Труп погибшей от рук маньяка так и не был найден, ее личность до сих пор не установлена. Предпоследнее убийство было не совсем типичным для потрошителя во-первых, ему предшествовал перерыв в несколько лет, связанный не с тюремным заключением, а с желанием самого убийцы. Арунбаев очень боялся быть пойманным, поэтому решил на некоторое время затаиться. Маньяк работал на стройках, перебиваясь случайными заработками. Закончив очередной проект 11 июля 2012 года, он решил отметить, снял номер в гостинице, купил алкоголь и стал пить. Пил в течение нескольких часов в одиночку, потом стало скучно и пошел на поиски компаньона. Собутыльник достаточно быстро нашелся, им стала женщина средних лет, согласившаяся пойти в гостиницу распивать. В процессе пьянки, Кигашбек, не доискался в карманах денег, полученных им за работу. В ярости он набросился на собутыльницу и задушил ее шнурком от ботинок. Труп положил под кровать, планируя расчленить, но потом передумал и просто не вернулся в гостиницу. Разумеется, тело погибшей было найдено, и начаты следственные действия. Кстати, те самые деньги, из-за которых преступник пошел на убийство, он вскоре нашел в кармане куртки. Последняя жертва. Поимка и приговор. Последнее убийство было достаточно типичным 20 сентября того же года, а Рунбаев зашел в гости к женщине, который когда-то делал ремонт, и практически с порога предложил ей интимную близость. После отказа забил хозяйку квартиры руками и ногами до смерти и занялся интимом с ее телом. Тело жертвы отнес на ближайшую стройплощадку, вынул внутренности и скормил их собакам. После совершенного, Арунбаев вернулся в Улан-Удэ и задумал скрыться, но был пойман полицией, уже собравший доказательную базу по двум последним преступлениям. Следственный эксперимент. Будучи пойманным, маньяк отпираться не стал и практически сразу признался в убийствах. Причем дополнил, что в некоторых случаях сохранял внутренности своих жертв и позже употреблял их в пищу. Также напирал на то, что во время совершения убийств всегда был в пьяном состоянии, а особый гнев вызывал отказ в интимной близости от жертв. Психолога, психиатрическая экспертиза признала Кегошбека Арунбаева вменяемым. Он полностью отдавал себе отчет в собственных деяниях. По совокупности преступлений, иволгинский потрошитель, был приговорен к пожизненному заключению и отправлен в колонию «Черный дельфин», где он отбывает наказание, и по сей день. Жизнь в заключении. Интерес к Арунбаеву возобновился в связи с его недавним признанием в убийстве женщины в Барнауле. Показания были проверены, дело закрыто, к пожизненному сроку преступника прибавили еще 9,5 лет. Таким образом, это уже седьмая жертва страшного маньяка. Разумеется, в связи с громким делом, повысился и интерес прессы к иволгинскому потрошителю. Сейчас он активно дает интервью, причем не просто так, а присылает целый список необходимого. Среди прочего конфеты, сигареты, соль и листы бумаги с карандашами и ручками. Все дело в том, что в заключении маньяк не только работает по 12 часов в день на швейном производстве, но и много читает, а также пишет целый трактат. Интересно, что трактат этот посвящен. Кому бы вы думали? Конечно же, женщинам. Даже в заключении, преступник не может оставить их в покое. Кигашбек Арунбаев охотно рассказывает журналистам о своем литературном книге. Как настоящий влюститель нравственности, он рассуждает о недопустимости абортов и необходимости их официального запрета. Сколько потенциальных детей могли родить его жертвы, среди которых некоторые были совсем молоды, Арунбаев, видимо, думать не хочет. Даже сейчас у него во всем виноваты женщины. Что, впрочем, видится логичным, если вспомнить обиду маньяка на мать и бабушку. Кто знает, сколько у страшного убийцы еще припасено таких убийств, и сколько еще откроется ужасных тайн, за время его пожизненного заключения?